В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. Ледовую арену Дворца спорта в Одессе закрывают на ремонт в разгар тренировочного сезона. Накануне всеукраинских и международных чемпионатов юные спортсмены школы Олимпийского резерва остаются без тренировочной площадки. Некоторые родители фигуристов пакуют чемоданы и выезжают на сборы в другие города. Это катаются Ирина и Михаил, призеры международных соревнований. Только вчера фигуристы приехали из Польши с серебром, а сегодня дети тренируются уже без музыки. Специализированная детская юношеская школа Олимпийского резерва должна освободить помещение. Есть площадка льдинка для малышей, но там профессиональным фигуристам не разместится. Когда ты въезжаешь на какие-то соревнования европейского уровня, там обычно есть большой лед. Есть определенный рисунок. Если мы будем кататься на льдинке, то мы вообще по рисунку никак не сможем ехать. И скольжения будут намного меньше. На соревнованиях у всех большой ход. И если вот так вот перейти, то все потом перестанут перенесать какие-то победы. За последние три года одесские спортсмены снова стали занимать призовые места на международных соревнованиях и чемпионатах Украины, отмечают тренеры школы. Остаться без большого льда даже на полтора месяца будет означать срыв тренировочного сезона. Мне самое главное, чтобы не нарушался тренировочный процесс. Все. У меня сейчас идет чемпионат Украины. У меня идет Венгрия, кубок чемпионата Украины. У меня в апреле Италия, гран-при. Если на этот период так выйдет, нам придется искать где-то в каких-то других городах. Снимать лед. В конце прошлого года закончился договор аренды, согласно которому спортивная школа за символическую одну гривну в год арендовала самый большой каток Одессы. Сейчас администрация Дворца спорта решила обновить ледовую арену. Однако такие работы могут затянуться на месяцы. Я заинтересован, чтобы оборудование было более современное, более качественный лед был, более лучшие борта, рассчитанные не только на фигурное катание, но и на хоккей. Мы не можем пойти, скажем так, на улучшение и не потерять в каких-то вещах. То есть обязательно потери будут, они прогнозируемые. То есть какие-то временные параметры мы по-любому потеряем, но это я все обсудил. Сейчас главное просто выявить, скажем так, тот период времени в датах, чтобы он был наименее больный. С новым оборудованием и оператором для обслуживания понадобится больше времени для коммерции, уверена директор школы. И временные тренировки спортсменов, по крайней мере бесплатные, может значительно сократиться. На сегодняшний день школа занимается по 12 часов в день, 5 раз в неделю бесплатно. Это самое важное, то, чего мы можем потерять. Вот у нас чемпионы Украины катаются среди юниоров. То есть только этим детям нужно 2,5 часа в день, это только танцорам. Есть еще группы высшего мастерства, где мастера спорта занимаются, одиночники. Еще 2 часа, все. И вся остальная школа осталась без льда. Одесский дворец спорта – это коммунальное предприятие Одесского областного совета. Он платит зарплаты работникам катка и оплачивает коммунальные услуги. Спортивный комплекс должен зарабатывать деньги, приносить в бюджет области средства для развития этого объекта и спорта в Одесской области, считают депутаты. Чтобы это был арендатор, который предложит лучшие условия для дворца спорта, то есть какие-то адекватные деньги за аренду. В свою очередь родители юных спортсменов уже поговаривают о переезде в другие города. Мы выезжаем за свой счет. Это очень много. Больше тысячи долларов на ребенка. В лед с проживанием на одного ребенка. Но это и питание. Но это на выезде, когда готовитесь к соревнованиям. Это когда у нас здесь нет льда. На Академика Королева 32 водопроводная авария. Подача воды локально отключена. На место ЧП прибыли сотрудники Инфоксводоканала. Пока срок окончания ремонтных работ специалисты назвать не могут. Украинцы все чаще покупают бывшие в употреблении автомобили за границей. С начала нынешнего года в среднем ежедневно оформляется свыше 300 машин. Тогда как в январе 2019 года только около 60 сообщают в государственной таможенной службе. О процедуре оформления и о том, как самостоятельно рассчитать сумму налогов за оформление привезенного из-за границы авто, далее в нашем репортаже. Автомобили прибывают в Одесский порт в контейнерах. В каждом до 4 штук. Вскрывать контейнер можно только в присутствии сотрудника таможни и представителя получателя. На данном этапе мы видим, как происходит расформование транспортных средств, которые пребывают на частных лиц с территории Америки, Мексики, Канады. Машины для продажи в Украину, как правило, приходят через аукционы, где указана их цена и техническая средства. Однако некоторые повреждения можно определить только визуально. Поэтому после выгрузки из контейнера автомобили отправляют на специальную площадку, где они будут ожидать оформления и подачи таможенной декларации. Нам нужно знать информацию, когда прибыл судно, какие контейнеры были на этом судне, и какой товар был именно в контейнере под конкретным номером и от какой даты. То есть для этого нужно декларантам подать определенный пакет документов. То есть по поводу наряда, где указано контейнер, номер, дата, от которого этот контейнер прибыл и отправлялся, и информация по товару. Таможенное оформление автомобиля начинается после подачи декларации в электронном виде. Сумму таможенных платежей можно предварительно рассчитать при помощи онлайн-калькулятора. Сюда вносят данные о марке автомобиля, объеме двигателя, страну производителя и год выпуска машины. После чего будет рассчитана ориентировочная стоимость растаможки, которая может изменяться в зависимости от курса доллара. Обычно этим занимаются таможенные брокеры, которые на основании договора с заказчиком собирают все необходимые документы. Сотрудники таможни, в свою очередь, проверяют информацию о машине и оформляют декларацию. Время оформления автомобиля таможни около 30 минут. После этого автомобиль считается растаможенным, и владелец может им распоряжаться по своему усмотрению. В среднем каждый день прораховывается от 15 до 20 миллионов гривен до держбюджета Украины. Если сравнивать с 2018-2019 годами, в 2018 году было прораховано 2,4 миллиарда гривен, то в 2019 году уже было прораховано 3,9 миллиарда гривен. То есть тенденция на значение нарастание почти в два раза. Если вы решили приобретать бывшее в употреблении автомобиль за границей, необходимо тщательно проверить все документы, технические характеристики и ознакомиться с особенностями его оформления, советуют специалисты. Приближается праздник Крещения. Существует поверье, что в полночь накануне этого праздника вода в водоемах приобретает особую силу. Ее освещали, а освещенную бережно приносили в дом. Главным событием этого дня является водосвятие, для чего в одном из водоемов делается прорубь. Считалось, что искупавшиеся в этой проруби больные исцелятся от болезни, а здоровые очистятся от грехов. В Одессе для тех, кто намерен окунуться в море, готовят три пляжа – Лонжерон, Золотой берег и Лузановку. Подготовка мест для купания уже ведется, рассказали представители спасательной водолазной службы Гурсовета. До мероприятий наши водолазные специалисты обследуют дно в местах купания массового. То есть уже большая часть сделана, до 18-го включительно мы будем проводить эти работы. Также на крещение будут выставлены палатки обогрева, где будет присутствовать и МЧС, и скорая помощь, и также наша водолазно-спасательная служба – это и водолазы, и спасатели-матросы. На пляже Золотой берег праздничные окунания начнутся в полночь и продлятся до вечера воскресенья, говорит специалист. В 12 часов, как обычно, начинается служба, и после службы все желающие, это примерно с 12 до 2, это в ночное время. Все остальное время уже дневное, у нас будут мобильные группы спасателей, на 16-е остаются палатки, ну как и везде, они уже до вечера 19-го числа. Спасатели предостерегают от длительного нахождения в холодной воде и от употребления спиртного, как до совершения обряда, так и после. Это у каждого должно быть отложено на духовном уровне, это не спорт, это так, для каждого свое. То есть окунулись, одна-две минуты, не больше, больше не нужно. Вышли, вытерлись сухими полотенцами, оделись и пошли пить чай или в теплое помещение. В ночь с 18 на 19 января некоторые маршруты городского транспорта будут работать до часу ночи и перевозить людей к пляжам, на которых организованы крещенские купания. В частности, будут курсировать трамваи номер 1, 18, 28, троллейбусы 2 и 3. Также будет организована работа автобусных маршрутов по временным схемам движения. Номер 242 от улицы Паустомского до 7-й Пересопской. Номер 215 от 16-й станции Большого фонтана до площади Толбухина, сообщили в Горсовете. Лучше всех знают, что происходит с организмом в ледяной воде, наверняка врачи. И говорят, не всем людям по состоянию здоровья показаны такие процедуры. Готовиться к окунанию в зимнее море надо задолго до крещения. Окунание в воду на крещение – это не развлечение, не повод для яркого селфи. Это особый обряд, к которому надо подходить осознанно, говорит заведующий ортопедо-травматологическим отделением Одесской областной клинической больницы, заслуженный врач Украины Александр Поливода, который каждый год на крещение окунается в море. У человека возникает действительно потребность в том, чтобы прикоснуться к чему-то такому святому. И здесь необходимо просто купание. Это, я думаю, не самое главное. В этот день, я считаю, что нужно, наверное, прийти с утра на службу. И потом вы сами почувствуете, что стоит уже, получится у вас есть на это желание. Я думаю, что в таком случае действительно вы с удовольствием окунетесь и примете вот эту традицию. Перед окунанием в ледяную воду лучше проконсультироваться с врачом, ведь существует ряд заболеваний, при которых это противопоказано, отмечает специалист. Это патология позвоночника, артрозы, артриты, хронические заболевания легких, в том числе, включая бронхиальная астма. Так, дальше, это болезни почек. То есть, грубо говоря, суставы, так, болезни почек, да, хронические заболевания почек. Это хронические заболевания, да, лор-системы. Вот это, если есть, то лучше воздержаться, либо посоветоваться с врачом. Расхожее мнение о том, что после пребывания в холодной воде можно согреваться алкоголем, врач категорически опровергает. Ни в коем случае, ни до погружения, даже вот в этот святой день, ни после, ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. В этом случае идеальный вариант – это теплый сладкий чай, это травяные напитки, это теплые домашние компоты. Вот только, только это. Травяные травы прекрасно согревает и укрепляет организм вот после купания. Чтобы купание в холодной воде было и безопасным, и заряжало энергией, лучше организм закалять постепенно, говорит Александр Поливода. Приучать к этому нужно детей с детства, с юношества. Вот в таком случае организм будет адаптирован к перепадам барометрического давления, перепадам температурных реакций и, соответственно, различных хронических острых заболеваний будет значительно меньше. Причем начинать нужно с элементарного, с того, что вы принимаете душ, и в конце душа вы просто льете ледяную, с самой холодной водой, тут же потом кран, буквально 2-3 секунды, кран закрываете на горячей водой. Через следующий раз, и так три раза как минимум повторить, хотя бы до коленного сустава, вот стопы коленного сустава. Потом вы можете переходить уже выше и все тело обливать водой уже вот такими, контрастной водой. Начинать закаливание лучше в теплое время года советуют специалисты. И делать это регулярно и целенаправленно. Если человеку на улице становится плохо, если кто-то потерял сознание, приехавшим по вызову врачам необходимы некоторые данные, чтобы оказать квалифицированную помощь. Если человек не может ничего сказать, приходится тратить драгоценное время на выяснение важных сведений о группе крови, наличии заболеваний. Согласно данным специалистов, более 165 тысяч жителей Одессы и области нуждаются в постоянном наблюдении. Это инвалиды, люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, нарушением памяти, больные диабетом, инвалиды по зрению и слуху. Наличие у этих людей специальных ID-браслетов поможет спасти жизнь. В Одессе реализуется первый в Украине проект по выдаче браслетов экстренной помощи. Такие браслеты содержат в себе всю необходимую информацию о человеке. Имя, дату рождения, адрес проживания, группу крови, информацию о заболеваниях, аллергии, противопоказаниях, медицинские показания и рекомендации при оказании экстренной помощи, контакты врачей, близких людей и родственников. На сегодняшний день 588 жителей Одессы уже получили такие браслеты. Особенно важны они для глухонемых. Это такой браслет в России и Украине имеются пока наши дочки. В других городах имеются типа такие браслеты для выдачи полиции. Но на медицине еще нет. Но я считаю, на руках медицина в первую очередь стоит. В чем полиция? Полиция – ладно. Если человек попадет, я сейчас знаю, как им делать. Это браслет. Я надеюсь, что эти браслеты будут в России и Украине. В случае выявления такого браслета на человеке, который находится в беспомощном состоянии, любой гражданин с помощью смартфона может отсканировать QR-код и увидеть информацию о пострадавшем. Для людей с нарушениями слуха и речи, наличие таких браслетов особенно важно. Ведь без переводчика глухому человеку общаться с врачом сложно, говорят в обществе глухих. Наличие такого браслета решит эту проблему. Совсем другой браслет будет носить фигурант скандала, бывшая исполняющая обязанности начальника региональной налоговой службы Наталья Чеботарева. После того, как суд избрал для нее меру пресечения пребывания в СИЗО или залог, за нее внесли 904 тысячи гривен. Таким образом, чиновница, подозреваемая в даче взятки прокурору, на свободе. Она должна носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта и выполнять ряд других требований. Напомним, начальницу налоговиков Одесской области подозревают в том, что она предлагала прокурору ежемесячно 25 тысяч долларов за непрепятствование коррупционной деятельности сотрудников ее управления. Еще два района Одесской области, Татарбунарский и Ширяевский, получил новых руководителей. Согласно указу президента, Татарбунарской райадминистрации будет руководить Андрей Чичила, Ширяевской Петр Гордиенко. Напомним, ранее Зеленский подписал распоряжение о назначении новых руководителей пяти районов Одесской области. И вновь о предстоящих крещенских купаниях. Наши корреспонденты отправились на Лонжерон, чтобы посмотреть один из пляжей, который обустроят для ритуального окунания. Море в Одессе сегодня достаточно бурхливо. Температура воды приблизительно 9 градусов. Отже, пырнати и плавать сегодня не наважаются даже чайки. Пляж Лонжерон – один из трех одесских пляжей, где в ночь на воскресенье 19 января будут происходить организованные крещенские купания. К этому времени сотрудники спасательно-водолазной службы Одесского гурсовета обещают провести обследование и расчистку морского дна. Сегодня купающихся одесситов мы не встретили, зато удалось пообщаться с любителями прогулок у моря. – Располагает к хорошему настроению, вид моря, чайки, гуляющие люди. – Красиво, добротно, вообще расслабляет, успокаивает. – Часто ли приходится? – Не совсем часто, как есть время. – Во-первых, это свежий воздух. Это всегда приятный вид, скажем так. И всегда это обязательно, ну, посмотреть на людей, во-первых. Очень много людей приходят, на самом деле. Сегодня, к сожалению, пусто, я не знаю, может рано, может просто очень холодно. Но обычно людей гораздо больше. Окунаться на крещение – это слишком экстремально, считают некоторые наши собеседники. – Скажите, будете купаться? – Конечно, нет, холодно. Нет, не будем. Мишка, ты будешь купаться? – Да. – Нет. – Тебе еще рано? Нет, нет, холодно. – Нет, купаться нет. Это я не рискую, у меня слабый иммунитет, это я не рискую. А вообще, приятно видеть, когда люди даже в такую погоду иногда бывает окунаются в воду. В то же время многие жители города с нетерпением ждут 19 января, чтобы окунуться в ледяную воду, говорят одесситы. Как выяснилось, многие горожане каждый год окунаются в ледяное море или в другие водоемы. – На крещение я всегда купаюсь. Кто-то регулярно купается в холодной воде и готовит организм к стрессу. Кто-то просто верит, что при окунании в море в этот день вреда для здоровья не будет. – Я думаю, что это непосредственно морально, душой ты готовишься, что ли. Я знаю, что в этот день я обязательно буду купаться. Сказать, что это какие-то религиозные мои убеждения – нет. Ну, как-то вот уже 6 лет я этим занимаюсь, я очень рада. Не болею. Главное – верить, что все будет хорошо. Ты выходишь с воды – это счастье. – Первый раз я иду купаться всегда 1 мая. Это у нас закон. Мы ездим даже на бух. Если там в бух падает маленькая речушка корабельная, и с кумами там уже два раза призы зарабатывали. Там течение сильное. Вот кто переплывет, тот получает вот такого барашка или поросеночка. – А в тормозе вы получали? – Да, два раза. А тут просто так. Ну, сейчас море, льда нет в прошлом году. Лед был. Уже так, знаете, ну, интересно. Эмоции, которые испытывают люди при окунании в холодную воду на крещение, трудно выразить словами, говорят жители города. – Почему я это делаю? Ну, во-первых, это ощущения непередаваемые. Я не могу объяснить вам. Это надо попробовать, чтобы реально понять, что это такое. Поэтому советую всем попробовать. – Ну, как, это же обновление. В крещении искупаться – это, ну, не знаю, святость какая-то, наверное. А некоторые одесситы когда-то окунались в море зимой, но в силу каких-то обстоятельств сейчас не делают этого. – Купалась когда-то в молодости. – А сейчас боитесь? – Сейчас как-то, да, опасаюсь немного. – Да сейчас как-то все время нет здесь с детьми. – Может, и схожу. – Вы меня так сейчас вдохновляете, может, и схожу. Есть и такие, кто с трудом представляет себе ныряние в холодную воду. – Я вообще не люблю холодную воду. Я не люблю, когда мне холодно, вот прям. Особенно вода холодная. Я мерзля, как говорится. Из моей семьи, ну, там мама, папа, бабушка, дедушка, они, никто, они не купаются. Не знаю, от чего я спрашивал, может, пойдем покупаться. Она говорит, ты хочешь, ты идти? Я говорю, нет. В любом случае, необходимо прислушиваться к своему организму, который подскажет, стоит ли вам окунаться в ледяную воду или все же просто понаблюдать, как это делают другие. И это вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok